Уважаемый Антон Германович, бюджет на 2022 год планируется с профицитом в 1,3 трлн рублей. При этом объем чистых заимствований составляет 2,2 трлн. Вопрос, в чем сакральный смысл планировать займы при профицитном бюджете и платить проценты? При том, что расходы на обслуживание долга уже превышают расходы на образование федерального бюджета и превышают объем трансфертов на выравнивание к вопросу о положении регионов. И второе, почему в условиях пандемии почти военных, когда так нужны резервы, фонд национального благосостояния направляется 3,4 трлн рублей, что больше, чем расходы на национальную экономику, а резервный фонд правительства на борьбу с пандемией предлагается формировать, если возникнет такая потребность, за счет сокращения других расходов бюджета. Добавьте, пожалуйста, время. Мы 20 лет уже копим на черный день, черный день настал, что мы теперь ждем? Еще более черного дня? Спасибо. Спасибо, уважаемая Оксана Генриховна, уважаемые депутаты. Мы обсуждали в ходе подготовки к первому чтению вопросы работы фонда национального благосостояния. И мы говорили о том, что фонд национального благосостояния – это те нефтегазовые доходы, которые связаны с конъюнктурой. Есть хорошая конъюнктура, формируется фонд национального благосостояния. Сейчас, слава богу, это и так. Конъюнктура ухудшилась, забираем деньги с фонда национального благосостояния. И ФНБ конечный. Вы говорите, давайте потратим деньги на расходы. На расходы можно быстро потратить и опустошить наш резерв, резервный фонд. Но это делать неправильно, потому что мы во многом зависим от нефтегазовых доходов. Треть федерального бюджета – нефтегазовые доходы. Поэтому, если у нас не будет резерва на случай изменения внешнеэкономической ситуации, не будет устойчивости бюджетной конструкции. Не будет устойчивости бюджетной конструкции, деньги на заимствование, о которых вы говорите, и расходы на обслуживание возрастут для федерального бюджета, поскольку риски для нашей облигации увеличатся. Поэтому ФНБ еще служит и для того, чтобы, изымая конъюнктурные нефтегазовые доходы, мы стабилизировали курс рубля. Что получается? Большие притоки валюты в страну укрепляют рубль. Сокращение цен на внешнем рынке, на наши экспортные энергоносители приводит к тому, что рубль ослабляется. Такие качели невозможны для планирования деятельности участников внешнеэкономической деятельности, для того, чтобы были уверены, спокойны и предприниматели, и граждане, которые тоже реагируют на изменения курсовых соотношений. Поэтому ФНБ выполняет и эту функцию – обеспечение стабильности курсовых соотношений и, соответственно, прогноза для планирования своей деятельности предприятий и стабильности для населения, деятельности государства в области денежно-кредитного рынка и курсовых соотношений. Поэтому, когда мы говорим о том, что пополняется фонд национального благосостояния, да, пополняется, но мы с вами и тратим, не тратим, а используем эти средства. И я докладывал, в следующем году 2,5 триллиона пойдет в экономику. То есть это средство инвестируется на проекты, не на текущие расходы, на проекты, которые будут давать дополнительные доходы, бюджеты, и мы будем тратить на текущие расходы. Спасибо. Продолжение следует...